Всех приветствую, дорогие друзья! Следующая серия по Рюкью. 1 февраля 1477. Бахмани крошит Малву. Если бы мы вступились за Малву, сейчас оказались бы на ее месте. Я не понимаю, как же объединенные силы Синда и Малвы проигрывают Бахмани. Может быть, все дело в технологиях? Хотя нет, военные тихи одинаковые. Может, дело в удаче? Может, дело в том, что у Малвы не оказывается войск для сопротивления? Можно это промониторить. Итак, Бахмани. Максимум армий почти 22 тысячи. Практически нет рекрутов. Малва. У Малвы изначально было мало рекрутов. У Синда армия маленькая, 12 тысяч. У Малвы 10 тысяч. Но 22 тысячи против бахманийских. И сейчас тут осаждают, тут не осаждают. Крепость осаждают. Крепость Высокогорье. Могли бы напасть и уничтожить, но нет. Не нападают и не уничтожают. К сожалению. А почему? Непонятно. Так, но мы не забываем, что со всем с этим нам надо следить за тем, чтобы эти гаденыши не воровали наш институт. Чтобы они даже не смели. Пока не смеют. Внимательно нужно смотреть за этим делом. И да, у нас на волоске ситуация с Антхрой. Может восстать, может не восстать. Желательно, чтобы не восстало. Желательно, чтобы мы успели. Вот сейчас мы и узнаем, успеем мы или нет. Почти шесть дукат. Четыре дуката из Цейлона и дукат из Гоа. Можем больше. Если повоюем с Виджианагар, можем больше. Мевар вступает в коалицию против нас. Ну да. Ты хочешь воевать с Виджианагаром? Сейчас самое время. Есть у Виджианагара претензии? Нету претензий. Правда, Коста, если он ее захватит, национализация становится. Но если мы сейчас не объявим ему войну, то он вступит в коалицию и уйдет. От нас. Так что надо воевать. За что будем воевать? Можно воевать за такое, что не даст коалицию. А можно воевать за такое, что не даст коалицию. Это я о чем? Это я раз, два, три провинции, которые нам достанутся фактически на халяву. 18, 22 и 8 развития. Эти провинции мы, конечно, у него заберем. Но они тоже не будут стоить так дорого. Мадурай заодно раскормим. Объявить войну. За Мадурай. Повезло. Еще раз повезло. Так, что насчет культуры? Телугуйскую культуру мы принимаем. 1,6. Телугуйскую культуру мы принимаем. Ой, у нас дипломат, который ничего не делает. Давайте на Мальдивы сфабрикуем претензии. Телугуйская культура. Повезло. Восстания нету. Ну ладно, стой здесь, потом знаю, куда перейдешь. Точнее, можно два отрядика отправить вот сюда. Перевезем их вот сюда, захватим эти две провинции и отсюда перейдем в столицу. Хух, опять восстания не случилось. Хорошо. Сентябрь, а сейчас май. Ну понятно, даже если ты выигрываешь, тебе не дадут чувствовать себя хорошо. Погару Юнг и Малако объявляет ему войну. Но соревнования между Малако и Пасаем, это тем не менее тоже хорошо. А могу я как-то сделать, чтобы их было не 20 тысяч? Переместить войска сюда могу. Восточно-Китайская, Восток Индийского океана, Азия. Я бы предпочел, мой дорогой друг-союзник, чтобы ты мне немножко помог. И искоренить коррупцию тоже хотелось бы. Фух, пронесло. Союзник решил помочь, молодец. Ещё раз пронесло. 15 дукат до кода. Это упущенная прибыль от этого региона. Мы же можем быть сказочно мощны и богаты. И нам обязательно нужно такими быть. Ещё раз нет восстаний. Замечательно. Лишних отсюда можно убрать. Дип-репутацию мы получили. Теперь накопить денег, завоевать Конгу, где это... Ага. У нас есть на него претензий? Нету. На всё, кроме Конгу. Ну, если бы мы могли. Бенгалия мнение 100. Или 176 дукат. За них дадут престижа 10. Ой, престиж я бы хотел. Ну, пока погодя. С заданием. Так, с Коста 50. 46, 49, 49, 96, 36. Мы всё национализировали. У нас уже нет сверхрасширения. Замечательно. Ладно, тогда идём сюда. И будем уменьшать количество восставших. Коррупция. Семья запомнит. Или уровень автономии в Кочине увеличится на 25. Ой, только избавился от коррупции. Очень. 6. Ладно. Минус 10 престижа. Даже не знаю. Пусть будет коррупция. Но потом, позже. 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 Восточно-Китайское море, побережье. Аравийское море, запад Индийского океана, восток Индийского океана. Пусть будет запад Индийского океана. Это нам откроют вот эти вот все регионы. Мамлюки, Йемен, Армуз. Всё мы тут теперь видим. Тимуриды, которые обанкротились. В прошлый раз нас сманили именно эти радужные перспективы. В этот раз я туда не хочу лезть. Получат под свой контроль провинцию Гоа или восстание случится. Они, кажется, немножко оборзели. Хотя, я бы тут сословие поставил. Вот твари. Просто, просто твари. Такс. Это вместо того, чтобы поставить гильд... Хорошо, гильдию можно сюда поставить. Нет проблем. Восемьдесят седьмой, восемьдесят второй. И сюда можно поставить. А теперь можно брать просто невероятное количество очков. И денег. Сто пятьдесят. И сто тридцать шесть дукат. Ну, очки, конечно, важнее денег. Что и выбирать? Что и выбирать? 478. Окей. Ну, а вдруг будет еще скидочка. И так могли бы задание на десять престижа выполнить, быстро взяв деньги. 43. Это если мы за десять возьмем деньги. И мы, конечно, можем поступить по-другому. Мы можем создать торговые монополии. И будет восемьдесят семь. Денег будет еще больше. Пять лет. Ну, не знаю. Давайте чуть-чуть подождем. Что, малого, что? Не, ну, малого мне, конечно, не выгодно. Она к институту рвется. К моему институту. Такс. Минус пять. Хорошо. Хорошо. И опять ничего не восстало. Отлично. На коррупцию свою. Жри. А мы будем по чуть-чуть ее искоренять теперь. Тратя на это деньги. Так, денег нет. Так, восемнадцать тысяч. Ну, много, много. И у Бахмани можем какую-то претензию сделать. Все, хватит обклепывать его претензиями. Окей. Но с Китаем надо, главное, не переиграть. Девяносто четыре. Все, можно ему отказывать будет. Давай, захватывай. Что ж ты так долго? Есть. Восстаний нет. Деньги мы еще у Виджиа Нагара возьмем. Деньги мы еще уйдем. Фух. Опять. Хорошо. Восстаний нет. Число рекрутов на четыреста. Мало, но ударенным коню в зубы не смотрят. Можно пойти в Малабар, а можно пойти вот сюда. Бахмани даже не тратится на эту войну. Малабар, как ты так ему проигрываешь? Нельзя. Надо выигрывать. Восточно-Китайское, Аравийское. Давай Аравийское море. Все, что можем зацепить, до чего можем дотянуться, надо дотягиваться. Сколько у нас тут? 44. 34. Уже 78-й год. Дели против Тимуридов войну начала. Ну, Дели своего не упустит. Тимуриды, которые не способны себя защитить. Хорошая добыча. Так, идем. По кучам косту. 10-11. Семь провинций. Серьезно? Вот это монстр. Вот это монстр. А мы до сих пор не можем оторвать кусочек маленький от Виджена Гара. Не, шучу. Мы тоже много возьмем. Но это монстр. Если сейчас Бенгаля будет продолжать с ним союзничать, то она просто, просто больная на голову. Как можно поощрять такого монстра? Как можно поощрять такого монстра? Содержание крепостей. Да, моя ошибка. Мадураю надо было с самого начала отдать. И не платить за него. Да ладно. Кому-то везет, а кому-то в захвате маленькой столицы не везет. Есть. Захватили. Ну что ж, я думаю, мы берем задание на накопление денег. И давайте возьмем территорию себе. Это, это 100%. Мадураю передадим вот эти три территории. И себе. Не понял. Не понял. Не понял, почему, почему так. А если не возьмем эту крепость, то возьмем кучу денег. 98 дукат. Это, конечно, не куча. Это маленькая кучка. Хорошо, ладно. Если мы Мадураю не передадим. Вот эту вот провинцию. То себе сможем взять вот эти две. Настолько эта провинция крутая. Но ведь Джианагар уже никто не сможет завоевать. Поэтому, я думаю, это очень даже неплохое перемирие. Четыре провинции. Соединение через Мадурай. А это... Чем же оно такое примечательное? 6,3 торговое влияние. Ну, тем не менее. 94 дипки. И 455 админки. Опять возвращаемся на круги своя. К великим восстаниям. Мы могли бы не брать что-нибудь. Но тогда это возьмет Майсур. Боимся ли мы Майсура? Не боимся, но неприятно. Хотелось бы с ним повоевать. Без того, чтобы он что-то забирал. Ну что ж, отправляем такие требования. Я, в принципе, на них согласен. Да, риски восстания немножко поднимутся. За счет... 206. Карамандел. Карамандел. Потрясающе. Это понятно. Это сразу обе суммы платить. И за это, и за то. Но это источник всех благ. 10,18. Эти национализировать с одной стороны выгоднее, с другой стороны по владениям. Надо посмотреть, какие они у нас есть. 10, а каких нету. Три. Три. Эти отдельным куском идут. То есть, вот эти все три. Так как это наше владение, в общем-то, надо национализировать самое-самое крутое. Вот это вот первым. Вторым надо национализировать вот это. Но мы будем вот это. Ну, всех вот этих сепаратистов мы, если что, побьем. Только вот эти 20 тысяч вызывают небольшие смущения. Крепость в холмах. Оставим ее. 130 дукат у нас есть. И есть у меня хитрая идея, как обмануть время. Мы можем сюда сословия подкинуть. 82,7. Да. И потребовать 136 дукат. Виджиан Агар больше не может быть. 148 дукат нашим соперникам. Выполним задание. А, Бенгалия, Пасай. На 26 сильнее нас. Малакка Аютия. Ну, Пасай в союзе с Бенгалией. Аютия. Дайвет Хсенви. Малакка сама по себе. С ней можно повоевать. Если мы, например, что-то тут отхватим, то можно будет забрать ее территорию, ограничить ее, раз она сама по себе. 240, 250 развития у нас. Вот это взяли. Виджиан Агару чуть-чуть оставили. 15. Да, чтобы Бахмани, да и не пришла. В 82-м сможем Арису доесть. Вопрос только, что мы примем. Мы можем оставить один слот на будущее, так как кто знает, как повернуться к картам. Никто не знает, все верно. И надо следить за этими чертовыми восстаниями. Следить за восстаниями, национализировать, уменьшать усталость от войны. И становиться богатыми. 16 дукат мы выводим. Хорошо мы сопротивляемся коррупции. Это тоже причина, по которой у нас мало денег. Крепость содержим. 2-2-1 советников содержим. За что и зарабатываем очки. Скоро, кстати, мы возьмем плюс единички к колониям. Но сама колония у нас растет очень медленно. 5 тысяч. Мальдивы мы тоже устраним. Тут у нас 58%. Мальдивы, Гуджарат, присутствует Майсур, присутствует Магадиша. В общем, все что угодно. Ладно, друзья, встретимся с вами в следующей серии, в которой мы и будем решать все эти проблемы. Проблем немного, но они достаточно серьезные. А еще надо будет поискать себе какого-нибудь союзника. Дели имеет слишком много дипломатических отношений. Если Бахмани совершит ошибку и поссорится с Бенгалией, но Бахмани сильнее нас. Тут ничего не поделаешь. такое огромное, мощное и технологически развитое. Такой жесткой лепехой стало. Разве что там восстания какие-то случатся и они развалят Бахмани. Но это мечта. На самом деле вряд ли Бахмани развалится. Разве что перестанут любить друг друга. Приграничный конфликт. Бахманийская держава, держава Бенгалия, союзная. Либо Бахмани будет под эгидой Бахмани мы будем завоевывать Гуджарат. То есть так вот закрывать его. Съедим вот это, вот это и будем его окучивать. Вообще нам было бы выгодно, чтобы Бахмани было слабым. Но оно, кстати, очень скоро возьмет институты. Ренессанс, во всяком случае. Ладно. Так тому и быть. Удачи всем и хорошего настроения.